Я приветствую вас, дорогие братья и сестры! Мы с вами сегодня продолжим рассуждение о Слове Божьем. Перед нами послание апостола Павла к Ефесянам, 4 глава с 1 стиха. Ефесянам, 4 глава с 1 стиха. Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренно мудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью, стараясь сохранить единство Духа в союзе мира, одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас, каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. На этом остановимся. Я хочу, братья и сестры, сразу обратить внимание, вот обратите свой взор. Павел делает ударение, и так, я узник в Господе, в Господе. Вот, братья и сестры, дальше будет говориться о звании, звании. И Павел почему-то в самом начале говорит, я узник в Господе. Когда мы рассматриваем другие места священного Писания, то видно, в то время, когда Павел находился в узах, от его некоторые или многие старались отдалиться, потому что Павел пишет Тимофею, не стыдись благовествования ни меня, узника во Христе. Вот почему-то Павел призывает. По филиппийцам мы читаем, что узы мои стали известны в притории, и многие стали благовествовать. То есть, тот человек, который попадал в узы, он считался как разбойник, как преступник. Поэтому помните, когда Иисуса Христа привели к Пилату, и Пилат говорит, что вы хотите, что если бы он не был злодей, мы бы не пришли к тебе. Раз мы привели, значит, он злодей. Так вот, братья и сестры, находясь в этом состоянии в узах, Павел подчеркивает, я не стыжусь этих уз, не стыжусь, братья и сестры. Когда мы несем поношение за имя Христа, я невольно вспоминаю свои детские годы, когда я учился в советской школе. Я тогда еще не ходил на собрание, но дом баптистов, мать баптистка, отца не было. И вот кто-то в школе бросит и баптист, а я аж призымался, мне стыдно. Мне так было неприятно, я хотел куда-то спрятаться. Вот, братья и сестры, такое состояние. Павел почитал это за радость, нести в Господе, находясь в узах. Умоляю вас, умоляю. Мы в прошлый раз, брат Денис, очень много говорил о молитве. Он остановился на молитве, так пространно, показал, вот, братья и сестры, я просто хочу сказать, наши молитвы порою обыденные. Мы порой молимся по обыкновению, по обыкновению. Я вот снова вспоминаю, тут у нас в Молдавии вот на этой кафедре стоял вопрос, тоже о молитве говорил и привел такой пример. Спевка была, начинается спевка, и регент говорит, брат, ты помолись. Он встал и говорит, Господи, благослови эту пищу, аминь. И человек, вот, он никогда вслух не молился, он дома молился за пищу. Вот, порой мы так относимся к молитве, так, просто по обыкновению. Вот, братья и сестры, я невольно так вспоминаю казахстанское братство, когда я там жил, вот, мы были служителя, старшие присвятера. И вот, когда мы собирались, помню, один из братьев, но вел такую тему, говорят, братья, мы призываем людей к Богу, к благоговению, к хождению, но мы порой сами не достигаем этих рубежей. Мы как-то по привычке, мы всегда заняты. Вы знаете, братья и сестры, я это как-то так не совсем понимал. А вот теперь, когда я оказался в старости, мне это настолько ясно предстало. И я четко вижу свои молитвы, когда они в духе и когда они по обыкновению. Не всегда этот дух приходит. Иоанн говорит, не знаем, откуда приходит и куда уходит. Так вот, Павел призывает, обратите внимание, умоляю вас. Это особая молитва? Как не достает у нас таких молитвенников, братья и сестры? Вот написано, Анна, день и ночь в храме, постом и молитвой служила Богу. День и ночь. Я вот так думаю, Господи, а как это может быть? День и ночь. Я не думаю, что она и день и ночь подряд молилась, но ней было так распланировано, что она, может быть, вот где-то в псалмах, семижды в день Давид молился. Вот он как-то положил для себя, семь раз в день он должен предстать пред Богом. Братья и сестры, когда мы смотрим на мужей веры, где-то я прочитал, если я правильно помню, есть такой, был такой служитель, Мооди, Мооди. И он как-то дома, у него было такое обыкновение, утром вставал, читал слово и молился. Кто-то пришел посетить, ну, к служителю, а там дома, говорит, он сейчас молится, вы подождите. А хорошо, человек вышел, час погулял, снова стучит. Ну, по его обыкновению уже, наверное, и помолился, и позавтракал, и уже теперь сидит в кабинете. Он снова стучит. А жена, говорит, он еще молится. Он снова час погулял, вернулся, снова, говорит, он теперь еще молится. Вот, братья и сестры, служители, молитвы, которые могли это делать. Дай Бог нам, чтобы наша молитва, она была. Вот, братья и сестры, когда мы молимся и стоим пред Богом, у нас часто не хватает такого сознания, перед кем я стою. Я порой стою, молюсь и думаю, ну, присвитера здесь, надо хорошо, культурно, красиво помолиться, и я молюсь перед братьями, может быть. Или где-то мне предложили помолиться. Я забываю, что я стою пред Богом. И Он не смотрит на мои красивые слова, на мои покрасивые произношения, на мое интеллигентное состояние. Он смотрит на наше сердце. Когда оно воскуряется к Богу живому и крепкому, умоляю вас поступать достойно звания. Братья и сестры, что за звание? Я как-то вам уже в прошлый раз сказал, я сейчас читаю книгу иудейской древности Иосифа Флавия. Она меня, я раньше давно читал, она меня заинтересовала, там вся еврейская история первого века. Он начал еще от царей, от Саула, Давида, и вот дошел до того места, где уже во времена Христа. Вот что интересно у людей, которые поднимались на какое-то благосостояние, ну, если так можно выразиться, они зубами и руками держались за свое звание. Это звание. Иудея была под римлянами, римляне господствовали, и римляне раздавали вот эти звания. Вот там как еврейские богатые люди, они ехали в Рим и умоляли, дай мне несколько городов, чтобы я был правителем. И если римский император давал, они возвращались. Они получили звание. Это звание их сразу возвышал. Друзья мои, даже там есть интересный такой момент. Два брата Ирода, Ирод и Антипа, кажется, один в одном месте, а другой в другом, и один из них начал возвышаться. Ну, император к нему благоволил, он ему добавлял. И тогда другой, не столько другой, а его жена. Ты что, говорит, отстаешь? Ты посмотри, как он поднялся. Да надо, езжай к кесарю, проси у него, чтобы ты был тоже. Вот, братья и сестры, старание к званию. К званию. Я хочу обратить внимание, здесь написано, поступать достойно звания. Я хочу немножко привести несколько моментов, что такое звание. какое мы имеем звание. Вспоминаю, братья и сестры, такой момент, когда мы начинали там, в Казахстане, работать в одном закрытом армейском гарнизоне. Это было такое сильное, открыта дверь нам проповедовать, людям военным. Это был закрытый армейский полигон, когда мы туда проникли, братья. Это было как раз пора, когда рухнул Советский Союз, и люди военные интересовались. И вот я помню, мы сделали такое, у нас была выставка книг духовных, христианских. Мы собрали их, тогда очень мало было. Мы собирали в нескольких городах, привезли, разложили. И вот стоим, люди заходят, объявили в газетах все. И вот заходят военные, как сейчас, заходит полковник в попаки. Звание у нас особо. Он после покаялся, он после стал христианином. Первая церковь там была, в основном, из военных. Это были полковник, подполковник, майоры. Вот, братья и сестры, звание. Обратите внимание, когда мы читаем 2 Тимофея, 1 глава, 9 стих, там написано, Господь Иисус, спасшего нас и призвавшего, слушайте внимание, внимательно, званием святых. Братья и сестры, Господь призвал и дал нам звание святых. Как это понять? Когда мы с вами проходили вторую главу, вот, нас мертвых по грехах и преступлениям. Это, братья и сестры, наше состояние. Мы в этом мире жили вдали от Бога. Есть такой гимн, вдали от Бога ты, как в море, блуждающий на море чел. Вот мы в таком состоянии. И вдруг, когда мы приблизились, брат только сейчас говорил, когда мы получаем это избавление, обновление в Иисусе Христе, мы получаем звание святых. Братья и сестры, мы порой это не оцениваем, мы как-то так стороной проходим, мы получаем звание святых. Вы, наверное, знаете, что в католической церкви, частично в православной церкви, вот, таких особо заслуженных верующих людей, прошедших отцов, времен, они рассматривают и объявляют святым. Совокупляют клику святых. Это, братья и сестры, особое звание. Этого человека портрет могут повесить в церкви, в храме, ему могут молиться перед его лицом, и просить заступничества перед Иисусом Христом. Он причислен к лику святых. Я недавно прочитал, даже в каком-то месте люди рассуждали, уж не помню, какое это направление, даже Пилата решили, вот тоже к лику святых. Вот он хотел спасти Иисуса. Он сильно старался спасти, значит, он святой. Братья и сестры, мы это все отметаем. Господь Иисус Своей кровью, Он дал нам звание святых. Как это понять? Вот братья и сестры, вот почему братья всегда призывают, придите к Богу, придите. Когда мы склоняемся в смирении пред Богом, когда мы осознаем свое гибельное состояние, это, братья и сестры, внутреннее состояние. Это просто ненаружно сделать, выйти, слезу упустить, или там... Это внутреннее. Это человек, когда пришел к выходу, что он действительно грешник, погибший, и когда он бежит, вот братья и сестры, и вот раньше как-то, сейчас это мало, и сегодня и покаяний, то мало. А вот мы жили тогда, почти каждое собрание, особенно в воскресенье, несколько покаяний. Вот когда идут проповеди, пение, бежит оттуда. Я как-то в Москве был, кто был на Маловузовской, а там, знаете, балконы по бокам, я сидел наверху на балконы, а там дальше кафедра, и вот на этом балконе, смотрю, женщина встала, вот так бежит, как облуки, светская женщина, они стучат, стучат, шумит. Она сбежала по этому, потом сюда побежала, и побежала перед кафедрой, упала. Это, братья и сестры, когда слово коснулось человека. И вот тогда, когда человек, братья и сестры, от сердца, всем сердцем принимает жертву Иисуса Христа, я образно говорю, Господь незримо приходит и укрывает меня, преступника, грешника, нет ни одного праведного, все согрешили, все лишены славы Божией, но когда я признаю свое банкротство, он одевает на меня одежду правды. Помните, Исаии 61 глава, 10 стих, радостью буду радоваться Господи, ибо он облег меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня, как на жениха возложил венец, как невесту красил убранством. Вот, братья и сестры, это звание святого. Поэтому, мы когда читаем послание, часто апостолы пишут, святым и избранным, живущим в Каппадокии, и так далее. Братья и сестры, я хочу сегодня задать вопрос. Мы ощущаем это звание? Мы в себе его носим? Если я ощущаю, что, ну, братья и сестры, я когда-то служил в армии, я не дослужился ни до кого-кого чина, но у меня были погоны солдата, солдата, больше дальше я не продвинулся. Это мое право, я получил это звание. Так вот, если я получил звание святого, братья и сестры, не звание прихожанина в церкви, даже постоянно. У нас в Чемкенте был один брат, это хулиган был настоящий. Сначала был членом церкви, буянил, его отлучили. Ну, что характерно, ни одного собрания не пропускал. Проповедники не приходят, хористы не приходят, он на каждом собрании. И даже когда проповедуешь, не успеешь сеть, уже письмо от его там проклинает тебя и так далее. Я хочу сказать, не это влача Господа, а когда я признаю себя, я получаю одежду правды. Братья и сестры, это очень важно. Если я получил звание святого, я не страшусь смерти, я же святой, не потому, что я такой добрый, но Господь по вере моей облег меня в эту одежду. Братья и сестры, это очень важно. Второе. Филиппийцам 3.14 «Стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе». О, братья и сестры, это уже, знаете, повышение. Это немножко повыше. Высшего звания во Христе Иисусе. Это, братья и сестры, вот мы когда читаем Слово Божие, апостол Павел часто пишет, и по фраз, помните, всегда предвязываю за вас в молитве. И он говорит, ты хорошо поступаешь для странников. Это люди своей жизнью, своим подвигом стремлюсь к высшему званию. Братья и сестры, у нас есть это желание подниматься вот по этой лесенке. Здесь во время покаяния я получил звание святого, а теперь повыше, к почести высшего звания. Евреям 3.1. Итак, братья святые, участники в небесном звании. Братья и сестры, вы посмотрите, что Господь дарует верным. Я вообще не понимаю людей неверующих, которые читают Евангелию, даже я не понимаю людей верующих, которые небрежно смотрят на эти вопросы. Вы посмотрите, Господь, куда нас подымает, подымает, братья святые, участники небесном звании. мне кажется, в римлянам восьмой главе там написано, что Господь наш не только избрал, и написано, и посадил во Христе на небесах. Ух ты, вот куда! Вот Христос там сидит, одесную Отца, и мы во Христе, если только сохраним до конца, и мы там уже записаны в книгу жизни, он держит эту книгу жизни в небесном звании. Братья и сестры, посмотрите высоты, еще одно место. 2 Петра 1, 10. Посему, братья, слушайте внимательно, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не приткнетесь. Вы замечаете, братья и сестры, что в церквях всегда есть члены церкви, которые ровно идут, во всю жизнь, 10, 20, 30 лет они трудятся, одни заметно, они где-то тут, тут, в хоронях, видно, поют, проповедуют, а других незаметно, как бабушка Лаида. Ее совсем незаметно. Павел только один раз о ней сказал, и мы больше о ней ничего не знаем. Но обратите внимание на этих людей, они делали твердым свое звание, избрание. И Павел сказал, Тимофей, вера, которая была в матери Евнике и бабушке Лаиде, она и в тебе. Ух, какое! Вот, братья и сестры, мы должны, звание наше, святого, которое мы получили, на земле утвердить. А как это утвердить? Что, она еще не твердая? Ну, братья и сестры, я так образно говорю, отступая от Слова Божия, вот представьте, вот, Рождество будет, да? Мы все оденем хорошую одежду. Ну, ладно, я беру лето, Пасха, мы приходим все в светлом, в белоснежном, все, приходим, а там где-то лужа, машина заскочила, меня всего обдало. Куда мне одеваться? На собрание идти или куда? Или домой бежать, переодеваться? У меня была чистая одежда. Я невольно вспоминаю, ну, у нас семья была большая, и вот, когда праздники всех одеваешь, одного оденешь, иди во двор, другого, двор, и вот, ну, смотри, в лужу не лезь. Не ж спеша глянуться, он идет уже там, где-то залез. Братья и сестры, вот так мы поступаем на этой земле. Вместо того, чтобы утверждать наше звание святым, мы находим лужи греховные, порочные, и наше звание святого, братья и сестры, ослабляется. Мы не делаем твердым наше звание. Я нахожу в Слове Божьем, сегодня это к нашему разбору не относится, когда я небрежно начинаю поступать, и когда Слово Божие мне судит, но я не обращаю внимания, там есть где-то граница. Когда я дойду до этой границы, как было с Саулом, на него сошел Дух Божий, он был особым человеком, он не замечал, когда ему предлагали, вот тебя оскорбляли, Саул как бы не замечал, но он перешел границу и оказался враждебен Господу. Он потерял абсолютно все. То есть, когда мы не делаем наше звание твердым, есть опасность нашего отпадения. Бог пусть поможет нам. Как же нам это достичь, братья и сестры, твердым собезванием? Вот Павел дальше говорит, читаем мы дальше с вами второй стих. Со всяким смирением, смиренно-мудрием и кротостью и долготерпением с них сходя друг ко другу любовью. Это вот братья и сестры, ну, помните, был такой, как же он назывался, вылетело с головы у меня, у коммунистов был такой написан, как, какие должны быть коммунисты, там записано, вывешивали на предприятиях, вот так, это образец для нас. Братья и сестры, вот это образец христианского звания, когда оно твердо. Вот братья-пресвятера знают, когда не разбирает какие-то шероховатости, ну, два брата поссорились, пришли, вот начинаешь, ну, что такое-то, а вот он такой, а вот такой, никогда не забуду, в Алма-Ате, у нас было совещание, и приехал Сергей Петрович Фадюхин, он был представителем с Москвы, и он проповедовал, привел такой пример, это было в Ленинграде, он назвал действительный пример, был тоже праздник какой-то, один брат пригласил гостей, сидят, и вот кушают, и хозяин сидит, а рядом с ним другой брат, и он там чай подали, гость берет, ложечку положил, а хозяин смотрит туда, потом полез за второй ложечкой, а потом хотел третью, а хозяин повернул, ложь, ложь, у нас две ложечки ложат, но сегодня нам это непонятно, а мы в детстве это знали, смотри, две ложки не ложь, у нас нет сахара, одну ложечку, это закон был, потому что сахара у нас не было, так вот брат в простоте это сказал, а тот говорит, а я полез за третий, это он наблюдал за мной и устыдил меня, он положил ложку, надулся, посидел, встал и ушел, уехал, никто не заметил, больше года они были во вражде, этот брат говорит, сколько я к нему, говорит, разговаривать с тобой не хочу, и вот они обратились к Фадюхину, он, говорит, посадил их вместе, говорит, ну что между вами, и вот этот отскорблен, говорит, а что, не помнишь, а ну-ка вспомни, и так, а ну-ка вспомни, да не помню, ну сидели, кушали, а ты ушел, а помнишь, когда я две ложечки, ну и что, а ты сказал, а я за третий полот, ой, брат, да я ж не подумал, у меня в мыслях это, я знаю, братья и сестры, Фадюхин, настолько трудно было их примирить, и в конце концов, ну ладно, прощаю, только ко мне ногой не ступай, примирение, я просто хочу сказать, вот братья и сестры, образец, Павел показывает, если мы хотим сделать твердым наше звание и избрание, посмотрите, новый перевод говорит так, проявляйте смирение и доброту ежедневно, а также терпение и относитесь друг к другу с любовью, это образец, братья и сестры, тяжело, я верю, не получается у нас так, мы порой кипим, мы порой срываем, да встань, надоел ты мне, мы же так говорим, и тогда вот это звание, оно начинает дрожать, братья и сестры, у нас не получается это, но Павел показывает, как утвердить это звание, Христос это показал, вот когда читаю его, все вот эти вот, когда он был в Каиафе, там вот у Анны, потом у Пилата, и вот так представить, всемогущий Бог стоит перед этим ничтожеством, они плюют на Него, они закрывают глаза, ударяют к плану, сколько они глумятся над Ним. Мне кажется, я бы сказал, ну подождите, будет праздник на моей, когда-то я вам это, ну, я бы так, наверное, сделал. Христос не слово, Он показал великую любовь, это, братья и сестры, величайшее звание, которое Христос удостоился от Отца Небесного, Он утвердил свое звание своим отношением. И когда мы смотрим, братья и сестры, Евангелие, как Он относился к грешникам, Закхей, Вартемей, женщину привели взятую, прелюбоден, и так далее. Сколько было у Него терпения и любви к людям. Дай Бог нам сегодня поступать так же, стараясь сохранить единство Духа в союзе мира. И я сразу читаю, братья и сестры, дальше. Одно тело, один Дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания, один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми. Я здесь вижу троицу, братья и сестры. Павел показал троицу. Обратите внимание, четвертый стих. Одно тело и один Дух. Дух Божий, Дух Святой, Который один созидает тело Церковь Христову. Он приводит людей, он влечет словом, пробуждает и вкладывает в постройку. «Сами, как живые камни, устрояйте дом духовный». Братья и сестры, это первое Дух Божий. Второе, пятый стих. Один Господь. Это Иисус Христос, Который принес спасение. Одна вера, одно крещение. Братья и сестры, две тысячи лет на земле христианства, другого ничего не предложила. Ничего. Вера, кто будет веровать, и крестится, спасен будет, кто не будет веровать, осужден будет. Это вот, я бы сказал, стандарт Божий, как приблизиться к Богу. И последний, шестой стих. «Один Бог и Отец всех, Который над всеми и через всех, и во всех нас». А вот новый перевод говорит, «Один Бог и Отец всех и вся, лишь Он хозяин над всеми». Слово подведено в новом переводе «хозяин». Я вот когда прихожу к кому-то в гости, я же не говорю, «Ну-ка, друг, давай вот эту, это отнеси туда, диван отнеси туда, ну-ка переделай». Хозяин говорит, «А ты кто такой? Ты что сюда пришел? Он хозяин». Так вот, братья и сестры, Отец Небесный, хозяин Вселенной, всего и вся, всемогущий. Как мы должны перед Ним трепетать, чтобы вот это звание сохранить? Я где-то прочитал, мне кажется, у Левина в книге «Сеется семя» один благочестивый король, это в средних веках было, он хотел заботиться о своем народе, и он хотел понять, как люди живут, но не от придворных, которые докладывают. Он брал, одевал на себя крестьянскую одежду и шел в деревню зайдет, в магазин заглянет, на поле, в город, он смотрел, как люди живут. И однажды он шел между какого-то там поля, земледелец, и там хозяин, он наказывал своего работника. Ну, розгами наказывал. И королю стало жалко. Он подбегает, говорит, «Остановите!» А ферма говорит, «Ты кто такой? Ты чего тут команды? Я, говорит, король!» И он ответил, «Если ты король, то странствуй согласно короля». Сегодня ты не король. Братья и сестры, как мы странствуем. Здесь мы святые, святые. Здесь мы все такие любезные. А вот когда мы выйдем на работу, в магазин, поехали на рыбалку, на охоту кто-то, отдыхать, как мы там себя ведет. Подобно святым или нет? Это очень важно. Я как-то приводил такой пример. Мне где-то, наверное, полгода назад позвонили в одной нашей большой церкви здесь, в Америке, в Источном Объединении. Молодежь после собрания, ну, наверное, у нас это делают. Они поехали в кафе или ресторан. Ну, как делают там? Ну, кто-то там купил кофе или чай, а кто-то ничего не хотел. Их там такая толпа, человек 30-40. Они там вели себя очень, знаешь, развязанно, шумно. и хозяин ресторана говорит, уважаемые друзья, вы что сюда приехали? Это ресторан, это покушать. Вы зачем приехали? А что, мы не имеем права отдыхать? Мы же не хулиганим? И хозяин вызвал полицию. Это христиане были. И полиция стала наводить порядок. Ну, правда, они ничего, злодейство не сделали, но они вели себя недостойно святого звания. Недостойно. Как важно это сегодня иметь. Седьмой стих. Каждому из нас дана благодать по мере Христова. Вот, братья и сестры, это здесь не написано через одного. Вот, смотрите, присвятера, там проповедники, тут хорисы. Вон, видите, они там регентуют, они там играют, это люди, ой, меня простите, именитые. Ну, что-то делают, и мы видим, они дисциплинированные. А мы без дисциплины хотим, пришли. Вот почему так мало людей? Братья и сестры, здесь написано, каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. мы знаем свой дар. Ну, я вот проповедую, я знаю, мой дар проповедника. Я уже проповедую несколько десятков лет, я понимаю, это мой дар, ну, куда я убегу от него? Я буду отвечать, братья и сестры, если кому-то дано много, это не значит, что Господь поставил особо высоко. Кому много дано, с того много спросится. Но если кому-то мало дано, все равно спросится. Вот у тебя дар какой есть? Что ты делаешь в церкви? Братья и сестры, мы на это должны непременно ответить. Я боюсь, что в наших христианских церквях сегодня очень много безработных. Безработные. Пайку получают, как вот мы старики. фустемты получаем, кушаем вкусно, но на производстве не работаем. Может быть, и в Царстве Божьем, братья и сестры, такое состояние, когда мы даже не знаем, а почему я не знаю дара своего? Потому что я не хочу работать. Я не хочу сказать, Господи. Вот, братья и сестры, вспоминаю свою юность, когда я стал приходить к Богу и когда я покаялся. У нас там огороды большие, сады. Я помню, уходил в сад, там в кустах где-то спрячусь. Говорю, Господи, дай мне что-нибудь работать. Вот такая жажда была. Ну дай, что я должен что-то делать, я же ничего не могу. Ну что, молодой юноша, мы должны найти свое место в церкви. Что я должен делать? Что я... Я как-то вам приводил такой пример. У нас в Чемкенте, это была большая церковь, где-то за 500 членов, и был один человек, который сидел у самого входа, он рассаживал, рассаживал. Павел Григорьевич, если чемкентцы могут вспомнить, это такой небольшого роста, вот пред очами этот человек. Как он рассаживал. Он подойдет, его любовь, его вот такой, может быть сюда, ну сюда, давай сюда. Он настолько, братья и сестры, выполнял свою работу, мы никогда беды не знали, деканатом ничего не делали. Он выполнял работу. Прошло время, он умер. Поставили одного такого, как сейчас помню, здорового брата, крепкого украинца. А ну-ка подвинься, а ну-ка сюда, и церковь застонала, и к пресвитерам жалобы. Дар использует не так, или ему не дан этот дар, видно, ему не надо там стоять. Характер такой, не так, как у Павла Григорьевича. Вот, братья и сестры, найти свое место, пусть оно небольшое, небольшое. Может быть, принять, вот как Иоанн пишет, что вас любящий диатреф не принимает, изгоняет, а брату другому говорит, хорошо, что ты это делаешь. Он тихо делал свое дело. Никогда не забуду, братья и сестры, мы, будучи молодыми, посещали одного дедушку. Дедушка уже не вставал, он шел к смерти. А мы, молодежь, тогда вообще молодежь, каждую неделю посещала больных людей. Кончалось собрание, там спевка, мы сразу эти два часа идем посещать, после возвращаемся, спевка кончается, у нас еще молодежное общение. И вот мы посещали одного деду, что характерно. Ну, мы молодые, зашли туда, попели, помолились, сестры быстро что-то убрали, ну, кто-то из братьев что-то там прочитал, уж проповедники не активы были, но говорили. Ну, что характерно, как только открывали дверь и заходили мы, дедушка с кроватью видел бабушку. Давай, 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 давай. Это мы знали, она готовит чай. И к чаю что-нибудь. Они жили в достатке. И нам было неудобно, у нас же туда придет человек 20-25. И мы говорили, дедушка, помилуйте, ну, нам это не нужно. Так сейчас я его вижу на кровати, он заплакал. Сказал, братья, не обижайте меня. Это единственное, что я могу делать. Это мой дар. Братья и сестры, прошло, наверное, 50-60 лет. Это перед отчами. Это дедушка знал свой дар. Вот пришли принять. Принять. Там уж хватит, не хватит. Но главное все. Это дар, братья и сестры. Я еще повторяю этот цик. Каждому же из нас дана благодать, благое даяние по мере дара Христова. Дай Бог нам сделать на этом ударение. Читаем дальше. «Поэтому и сказано, вошед на высоту, пленил плен и дал дарыч людям, а вошел, что означает, как не то, что он не сходил прежде в преисподние места земли, не шедший, он же есть и вошедший превыше небес, чтобы наполнить все». Я хочу сказать, это очень трудное место Писания, потому что в богословии христианском не одинаково понимают. Некоторые понимают, что Христос не мог сходить в преисподние места земли. Это не мог он там. Ему там вроде делать нечего. Братья и сестры, я хочу утверждать, что он сходил. Потому что во второй главе Деяния апостолов, когда Петр проповедовал в день Пятидесятницы, он привел пророчество Давида, в котором сказано, «Ты не оставишь души моей». Где, братья и сестры? В Ваде. Это о Христе. «Ты не оставишь души моей в Ваде и не дашь святому Твоему увидеть тление». Это предсказание. Из этого заключаю, что Господь сошел. В чем была такая нужда? Мы часто приводим на Пасху такие веские заявления, «А где победа Твоя, смерть держала Твое». Вот, братья и сестры, вся битва Иисуса Христа на Голгофе и вся цель Его прихода на землю заключала в трех направлениях. «Совершить победу над грехом, совершить победу над адом и совершить победу над смертью». Когда Он умер на кресте, умирая, Он сказал, «Совершилось!» «Совершилась победа над грехом!» Мы искуплены. Христос принес Отцу, Богу, добровольную жертву и удовлетворил праведность Бога и снята с нас вина. Мы теперь не преступники. Мы стали святые, потому что Христос отдел нас в эту одежду. Вы понимаете? Вторая битва Его происходила в преисподней. Там написано, сходил в преисподние места земли во множественном числе. Господь прошел эти все и дошел до самого низа. Я лично понимаю, братья и сестры, не утверждаю, цель Иисуса Христа сойти в ад, в преисподние места земли, чтобы разрушить державу ада и смерти. И я понимаю так. Вот 1 Петра 3.19 написано, он сошел в темницу и проповедовал духам некогда непокорного во время строения ковчега, во время ноя. Это очень дискуссионный. Я не буду много останавливаться, но я понимаю, он сошел в это место. И когда он проповедовал, вот перевод, «Вошедь на высоту, пленил плен». Смотрите, какой перевод другой. Это 8 стих. Вот почему сказано, «Когда вознесся он, слушайте, в то взял с собой захваченных пленников и раздал дары людям». То есть, когда он сошел в ад в преисподние места земли, не забывайте, братья и сестры, в преисподние находились все праведные духи. Потому что Иаков говорит, «При скорбью моей сойду в преисподнюю к Сыну». Пока Христос не воскрес, все праведники шли туда. Для этого нужна битва и вывести. Я лично верю, что когда Господь воскрес, помните, там написано, «Многие праведники воскресли и вошли в святые города и явились многим». Я понимаю, Господь вывел из преисподней святых. Они находились в отдельном месте, ну, Лона, Авраама, что-то подобие. «Между вами и нами, Велик». Они там не страдали, они ждали победы Господа над адом. Пленил плен, разрушил. Вот почему Господь ключи смерти и ада у меня надо забрать у Хозяина. Хозяин – дьявол, и Господь взял эти ключи. Братья и сестры, это Господь сделал. А потом воскрес, смертью поправ смерть. Это третья победа. Братья и сестры, мы не всегда представляем, вот почему, когда мы читаем Откровение, там Иоанн видит, там сидят на престолах, двадцать четыре старцев, там четыре животных, они постоянно снимают венцы, кланяются, говорят, «Ты скупил нас из всякого народа, колена, языка, племени». Почему они? Они ясно осознают великий подвиг Христа. Мы меньше это осознаем. Мы в затуманенном таком размышлении не всегда это понимаем. Какой подвиг совершил? Их, когда Господь освободил пленных, зайдя туда, разрушил, братья и сестры, поднялся с она и дал дары человеку. Помните, кажется, где-то 15, 14, 16 глава и Евангелие от Иоанна, там написано, когда Христос уже прощался со своими учениками и говорит, «Я скоро уйду от вас». Там написано, они печальны стали. Как это? Они за спиной Иисуса, как, знаете, за твердой стеною. И теперь Христос говорит, «А мы куда? А мы с кем останемся?» И тогда Христос сказал, «Лучше для вас, если я уйду. Если я не уйду, Дух, Утешитель, не придет. А если я уйду, то умолю Отца, и Он даст вам другого Духа Утешителя, который будет с вами и в вас будет». Вот это совершил Христос. Дал дары человека. Братья и сестры, то, что мы сегодня с вами на собрании, то, что сегодня мы падаем на колени или стоя молимся, это заслуга Господа. Он дал нам дары Духа Святого и Дух Святой открывает нам глаза. И мы, несмотря на это разложение, на это горделивый крик людей этого мира, мы идем за Господом, потому что Дух Славы, Дух Божий, Он пребывает в нас. Пусть Господь нас благословит, друзья. Это великая победа Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. 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 Аминь.